МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухралиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Свежий взгляд. В Махачкаре с двухдневным визитом побывал заведующий Центром офтальмологии Национального медико-хирургического центра имени Пирогова. Дефицита нет. В Дагестане продолжается мониторинг цен на продукты питания. Берегите родные языки. В Махачкаринской 11-й гимназии прошел республиканский этап конкурса Учитель года. В Махачкаре содержан водитель автомобиля «Лексус», неоднократно нарушивший правила дорожного движения. Им оказался 45-летний местный житель. Нарушитель был в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось позже, водитель уже был привлечен к административной ответственности за подобное нарушение и лишен водительских прав. В отношении него собран материал по признакам преступления. Фамилия и имя отчества ваша? Магадон. Фамилия и имя отчества. Год рождения? Фамилия и имя отчества. Документы где от машины? В машине. Водитель находится в нетрезвом состоянии. Ты что решил? Лексус Романова 758 Татьяна Константин. Которую мы сейчас преследовали по улице Иракского по встречной полосе. О настоящих героях говорили в Доходаевском районе. Семьям погибших за независимость ДНР и ЛНР предложили выплатить по 50 тысяч рублей. 15-я сессия 8-го созыва прошла в Доходаевском районе. Заместители главы района, главы сельских поселений и 42 депутата под руководством председателя собрания Джарулы Амарова рассмотрели вопросы оказания гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Руководителям учреждений было предложено пожертвовать до 10% от месячной заработной платы на эти цели. Также главам сельских поселений поручили разработать план по увековечению имен погибших в спецоперации на Украине Рабазана Раджабова из села Хуршини и Арсена Курбанова из села Кудагу. Энергообъекты республики готовят к следующему осенне-зимнему периоду. В Дагестане Россети, Северный Кавказ заменят перегруженные трансформаторы на новые и более мощные, сообщает пресс-служба компании. С начала года специалисты уже заменили 77 подстанций. До конца года они переоборудуют еще 110 перегруженных трансформаторных подстанций. Это повысит надежность и качество электроснабжения жителей крупных промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий и социально значимых объектов. Строительство одного из таких объектов продолжается в Дербенте. Это школа на 804 места. Новое образовательное учреждение откроется в микрорайоне Вайн по улице Фермерская. В настоящее время на объекте задействовано около 40 рабочих. Ведутся монолитные работы по обустройству первого этажа. Планируется завершить все работы и сдать объект к концу этого года. Школа состоит из 8 блоков. На первом и третьем блоке уже возводится первый этаж монолитной работы по плите устройства, монолитных железобетонных колонн, ригелей и плит перекрытия первого этажа. На блоке 7 и 8 тоже завершаются работы первого этажа по устройству монолитного железобетона. Блок номер 5. Завершили устройство железобетона. Он состоит из одного этажа. Блок номер 5. В ближайшее время мы намечаем через неделю снять опалубку и произвести каменную кладку стен из кирпича. Кроме того, на территории школы скоро начнут завозить грунт и производить планировку участка под игровые площадки. Претензии по качеству и по производству работ не на данном этапе. На данном этапе графика пока соответствует положенному. Новые подходы к лечению известных патологий освоили специалисты Республиканской офтальмологической больницы. Медучреждение посетил заведующий Центром офтальмологии Национального медико-хирургического центра имени Пирогова, заведующий кафедрой глазных болезней Института усовершенствования врачей профессор Ренат Файзрахманов. О цели визита врача подробнее расскажет Асель Манапова. В ходе двухдневного визита в регион Ренат Файзрахманов проконсультировал пациентов со сложнейшими патологиями зрения, которые до недавних пор считались неоперабельными. Кроме того, специалист провел мастер-класс для врачей Республиканской офтальмологической больницы. Офтальмология – это такая область медицины, которая шагает семимильными шагами вперед. И изменения, которые происходят в офтальмологии, на мой взгляд, не происходят ни в одной отрасли медицины. Это связано с тем, что постоянно совершенствуется оборудование, постоянно совершенствуется мастерство хирургов, оптика. И все, что, в общем-то, именно сосредоточено на повышении функциональных параметров глаза у человека. Мы в данном именно мастер-классе хотели продемонстрировать два основных аспекта. Первое – это работу именно на переднем, на заднем отделе глаза. А второе – это, конечно же, то, что могут делать некоторые виды витриотинальных машин. Файзрахманов показал дагестанским врачам, как оперируются абсолютно разные случаи, начиная с самого простого – лечения катаракты, до осложненных, когда у пациента всего один орган зрения. При помощи суперсовременного итальянского офтальмохирургического аппарата, который имеется в больнице, операции проводить стало еще легче, отметили медики. И это стало настоящим прорывом в работе. Ведь современное медоборудование позволило специалистам проводить сложнейшие оперативные вмешательства с высокой точностью и малоинвазивно, проще говоря, через небольшие проколы роговицы глаза. Машина, которая на сегодняшний день мы работали, одна из лучших вообще установок, которые существуют в мире. И это хорошо, что она как раз здесь есть в республиканской больнице, потому что эта установка «Революшн» может позволять оперировать катаракту, отслойку сетчатки, диабетические изменения на сетчатке. Все это можно сделать. И как раз все вот эти моменты мы в рамках визита постарались проработать и, в общем-то, осветить максимально. В офтальмологии немало случаев, требующих неординарного подхода в лечение, отметила главный врач больницы Лариса Гафурова. По этой причине специалисты медучреждения регулярно повышают свое мастерство в федеральных центрах в Москве и Краснодаре. Однако в процессе наращивания опыта возникают все новые и новые вопросы. Мастер-класс – это всегда хорошо. Мастер-класс повышает профессиональный уровень в данном случае наших офтальмологов, офтальмохирургов, которые работают на современных факомашинах. Конечно же, каждый клинический случай, вы знаете, что он не бывает похож один на другой. Бывают определенные сложности. Есть, конечно, стандартные методики, которые уже прописаны в монографиях, как оперировать и что оперировать. Но, тем не менее, очень много таких случаев нестандартных. И как поступать в этом случае, не всегда находишь ответ в монографиях. Поэтому для нас это имеет большое значение. Потому что Ренат Рустамович, он сегодня прооперировал сложнейшие случаи и показал, как надо выходить из этих осложненных случаев. В рамках живой хирургии приглашенный врач прооперировал порядка 15 сложных случаев. За происходящим в операционной посредством видеотрансляции наблюдали офтальмологи, сидящие в актовом зале медучреждения. Как отметили медики, все пациенты чувствуют себя хорошо, а вот дагестанские врачи получили ценный опыт, который будут применять на практике. Асель Манапао, Дауд Гасанов, новости ННТ, Махачкала. Обретают опыт и используют новые технологии в сфере сельского хозяйства. Новый тепличный комплекс открылся в Дзербенском районе. В церемонии открытия принял участие председатель правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимов. В проистроительстве комплекса использовались самые современные технологии. Благодаря наличию автоматизированной системы управления микроклиматом создаются оптимальные условия для высокой урожайности культуры и снижению труда и энергозатрат. В Сеплеце уже на площади 3 гектаров высажена рассада томатов. Также установлена технологическая система выращивания растений на подвесных лотках и система подкормки растений углекислым газом. Вся работа компьютеризирована. В дальнейшем площадь будет увеличена до 10 гектаров. Первый урожай ожидается к концу апреля этого года. Именно в нынешнее время, когда имеются санкции против Российской Федерации, именно в плане обеспечения продовольствия, это имеет очень большое значение, что мы запускаем такой объект на территории Республики Дагестан. Здесь будут работать до 40-45 человек, средняя заработная плата 25-30 тысяч рублей. В целом это все, будем говорить, садится те параметры по заработной плате, которые у нас в Республике имеются. И, конечно, обеспеченность рабочими местами для близлежащих сел – это тоже очень большой плюс. Абдул-Муслим Абдул-Муслимов также посетил открытие лаборатории микроклонального размножения винограда и овощей. Ее работа обеспечит потребности региона в высококачественном посадочном материале, быстро размножить новые сорта для ускоренной сортосмены, оздоровить материал от комплекса болезней – грибных, бактериальных, вирусных. Премьер-министр отметил, что сегодня на фоне международных санкций в отношении стран и регион получат возможность создавать свой посадочный материал для виноградников, а не завозить его из других стран. Самое главное, чтобы научная разработка не лежала на полке. Самое главное, чтобы она получила практическое применение и внедрение. Здесь есть такое, мое любимое выражение, причинно-следственный связь и логическая реализация тех предложений, тех научных разработок, которые спланированы и сделаны. И мне, конечно, очень приятно, что финансовые средства, которые были выделены из республиканского бюджета, они получили законное освоение. В результате этой работы есть. И в последующем тоже я коллективу лабораторий, вернее, опытной станции обещаю, что все те средства, которые будут предусмотрены по развитию, по внедрению научно-технических разработок в советское хозяйство, они будут распределены и направлены, в том числе, и в деятельность данной опытной станции. В Дагестане продолжается мониторинг цен на продукты питания. Как отметили в Минсельхозе, за последние две недели незначительно выросла стоимость некоторых товаров, в частности, подсолнечное масло и сахар. Относительно стабильной остается стоимость мяса. Килограмм говядины можно приобрести за 430 рублей. Рынки республики объехал министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Батал Баталов. Он отметил, что дефицита продуктов питания нет, так же, как и повышенного спроса на продовольствие. Изменений цен нет, имеется в виду, есть, но минимальные. Незначительные. Незначительные. От 2-3 рубля. Вот некоторые продукты, которые сейчас подняли, до 10 рублей максимум. Да, то, что подняли. Казаемые сельхозпродукты, яблоки, например, как продавали, вот от 40 до 60 рублей, она так и стоила 2 месяца назад. И сейчас тоже самое. Можно сказать, такого активного сбыта продукции нет. Все жалуются, что покупательная способность ниже, чем чуть раньше. Цены, поэтому, как мне объяснили, на плодовощную продукцию практически там цены, разница в этих ценах оптовой базы, там и площадки, и рынок, допустим, Буиновский, там буквально 5-10% накидывают на плодовощную продукцию. А министр промышленности и торговли Республики Низам Халилов провел рабочую встречу с представителями региональной ассоциации обувщиков. Говорили о проблемах отрасли и пути их решения. Также были рассмотрены вопросы работы в новых условиях в создавшейся нынешней ситуации. Фонд развития промышленности вам дает льготный займ, льготный займ 20%. Условно говоря, при существующей инфлекции вы можете свои деньги набрать на другие проекты, которые могли бы помочь вам развиваться. Сегодня мы же понимаем, для вас это не вызов, это просто новые условия, новых слов, о которых мы будем работать дальше. Преподаватели родных языков ежегодно демонстрируют свое мастерство на конкурсе «Учитель года». Он помогает педагогам обмениваться опытом и выявлять наиболее эффективные методики преподавания. В Махачкаринской 11-й гимназии прошел республиканский этап этого конкурса. В конкурсе «Лучший учитель родного языка 2022» принимают участие представители всех национальностей Дагестана. Всего в этом году на республиканский этап было подано 49 заявок. Из них за очный отбор прошли 24 учителя. Я прошла школьный этап. После школьного меня направили на муниципальный этап. Стала победителем муниципального этапа «Лучший учитель родного языка». Далее прошла заочный тур республиканского этапа. Это уже является очным туром. Мне помогали в подготовке метод объединения Ногайского района. Спасибо им большое. И настроили меня боевой. Лучшего педагога будут выбирать по нескольким критериям. Как проведет открытый урок и мастер-класс, а также как выступит на публичной лекции и защитит проект. Берегите родные языки. Уделяйте больше внимания родным языкам. Не сокращайте, это сейчас очень актуально, не сокращайте часы родного языка в школах. Это обращение к директорам школы. Дагестанские учителя родного языка уже не раз демонстрировали высокий уровень квалификации и неоднократно становились победителями и призерами всероссийского этапа конкурса. Саида Гусейнова в прошлом году была признана лучшим учителем родного языка в республике и заняла второе место по стране. Теперь она одна из членов жюри. Наверное, я в первую очередь поставлю себя на место участников, так как я была на их месте ровно год назад. Профессионалист, компетенция, если это урок, этапность урока. Такие вот критерии, которые расписаны в положении, с которыми участники уже знакомы. На это, наверное, я буду обращать внимание. Каждый учитель в рамках конкурса представит свою концепцию и методику работы, поделится опытом, достижениями, инновациями, которые используются им на практике. Имя лучшего педагога будет известно 18 марта. Победитель представит республику на всероссийском этапе конкурса. Лориана Шимхалаева, Асель Манапова, Магомед Магомедов. Новости ННТ Махачкала. В Москве презентовали кольцевой тур-маршрут «Легенда Дагестана». 28-я международная туристическая выставка MITT-2022 проходит на площадке Крокус-Экспо. Минтуризм Дагестана подготовила экспозицию площадью 100 квадратных метров, которые уже посетило более тысячи человек. В числе гостей была и заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова, высокооценившая подготовку региона. Мастер-классы по национальным художественным промыслам, выступления народных артистов. Также в рамках выставки прошли встречи с дружественными странами, в ходе которых обсуждался ряд мероприятий по продвижению региона. Сегодня одной из первых состоялась встреча с представителями Республики Беларусь, на которой мы обсуждали возможность запуска прямых рейсов из Минска в Махачкалу с целью развития туристического потока в обе стороны. Подобные выставки, мероприятия, они позволяют регионам в первую очередь рассказать о себе, показать свой туристический потенциал. На данных выставках пересекаются непосредственно регионы и представители туристического сообщества, предприниматели в этой сфере. И конкретно Республика Дагестан выступает в этом году впервые в качестве стратегического партнера данной выставки. Министерство по туризму и народным художественным промыслам в этом году предоставило возможность всем желающим туроператорам, федеральным туроператорам, находящимся в федеральном реестре туроператоров, получить подобный стенд, на котором они имеют возможность рассказать о себе, на котором они имеют возможность вести диалог с всеми желающими, заинтересованными и налаживать взаимоотношения между предпринимательными сферами туризма по всей стране. В Хаспийске подвели итоги муниципального этапа всероссийского конкурса «Безопасное колесо-2022». Свои знания по правилам дорожного движения продемонстрировали 16 команд из городских школ. Ребята соревновались в трех конкурсных этапах – теоретическом, практическом и творческом. По итогам конкурса первое место заняла команда 8-го Хаспийского лицея. Муниципальный этап является отборочным для участия в республиканском этапе конкурса. Вывести грипплинг на новый уровень – такую задачу ставят перед собой организаторы профессиональной лиги грипплинга. В Махачкале прошел второй турнир молодого промоушена. На татаме в спорткомплексе «Спартак» сошлись чемпионы мира и Европы – представители разных стилей борьбы. И что из этого получилось, расскажет мой коллега Курбан Рагимов. Техника, тактика и ловкость. На татаме многократные чемпионы мира Марат Гафуров и Гайрбек Ибрагимов. Главная схватка вечера турнира «Джипиэл» оправдала ждание публики и держала в напряжении до последних секунд. Победителем по итогам двух раундов вышел опытнейший Гафуров. В единоборствах он выступает с 2005 года. Давно уже не боролся, хотел оборот посмотреть на свои силы, на что я способен. Молодец сказал, чтобы мне хорошего соперника дали к себе, побороться. То есть больше даже стимулировал, что хороший соперник? Да, хороший соперник, побороться, соперничный дух. Я уже давно в Дагестане не боролся, я не помню, хотел побороться. Ну, молодежь, конечно, у них выносилось лучше. Ну, у меня чисто опыт, на опыте чтить так получается. А молодежь в те времена и сейчас вообще другой уровень поднялся очень сильно. Идея создать новую лигу пришлась по душе всем любителям этого вида спорта. Организаторы и почетные гости уверены, грэплинг заслуживает большего внимания и поддержки. Единая экипировка. Имена участников объявляет ринг-анонсер, а их выход сопровождается музыкой. Турниры комментируют титулованные спортсмены. Так, руководство лиги намерено вывести грэплинг на новый уровень. Я думаю, мы от турнира к турниру будем стараться улучшать как организацию, так и призы для спортсменов. Потому что основная наша задача стоит, чтобы у нас принимали участие именитые профессиональные спортсмены, дать площадку для тех ребят, которым не хватает мотивации, новых вызовов. И, конечно же, будем стараться денежными призами тоже радовать. Второй турнир собрал порядка 300 спортсменов. Это юноши и взрослые. Со главной схватки вечера Шамиль Мусаев в упорной борьбе одолел Ахмеда Мусакаева. Кроме этого, зрители увидели еще семь финальных встреч гран-при. На татаме сошлись чемпионы мира и Европы разных лет. Для триумфатора в весе до 84 килограммов Рашида Кайтмазова выступление в этой лиге стало хорошей проверкой сил после травмы. «Решил прочувствовать ковер и давно тоже не боролся на местных турнирах. Решил попробовать себя. Здесь тоже очень такие молодые, перспективные, мотивированные тоже борцы. Тоже бывает нелегко с ними. А финал и что с тобой? В финале был мой же друг, спарринг-партнер с нашего же зала, чемпион России, действующий по ООВ. Было сложно в плане настроиться, когда ты знаешь своего соперника. И когда вы знаете друга фишки и так далее, бывает чуть-чуть сложно найти друга борьбу. Но нормально, выиграл хорошо, отборолся. Я доволен сегодня своей борьбой». Призеров наградили медалями, дипломами и денежными премиями. Победители также получили путевки в финал Гран-при и в конце года смогут оспорить чемпионские титулы. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Таковы новости на сегодня. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова